Без 10-ти 5 тысяч человек живут в новом городе. Это один из самых динамично развивающихся районов Чебоксар. Троллейбусы и полукольцо, первый в городе скейт-парк и боговая дорожка вдоль Морпосадского шоссе. О планах развития и местах притяжения нового города далее в нашем эфире. Встречаемся у дома со звездами. Высотка, узнаваемая издалека, по ней ориентируются жители и гости нового города. Комплекс из пяти высотных домов, который строит компания из КОЧЕ. Потому и именуется ориентир. Двор комплекса планируют в формате без машин. Четыре шлагбаума и пожарный въезд. Впрочем, о парковках позаботились. Одна на 190 мест вдоль Морпосадского шоссе, вторая еще больше с другой стороны дома. Интересные решения готовят и в плане благоустройства. Мы тоже пригласили дизайнера, который попробует реализовать идею игры с водой. То есть, вы помните, был у Варламова такой идеальный двор. Вот мы попробуем его повторить. Гвоздь программы в этом году будет скейт-парк. Проектируют нам питерские ребята, те самые, которые проектировали для Краснодарского стадиона, который построил Галецк. Одного детского сада для большого района явно недостаточно. В Новом городе около полутора тысяч маленьких жителей. В этом году начинается строительство еще одного дошкольного учреждения на 160 мест. Также мы ожидаем начало строительства школы. Школы на 1600. Уникальные школы. Таких школ у нас в Чувашии просто нет. Таких размеров и таких мощностей. В школе присутствует мощный спортивный бокс с двумя бассейнами, с мощными спортивными залами. И также с спортивным гидром полскосных сооружений. Для взрослых велодорожка от Чебоксар до Новочебоксарска. Ее начнут закладывать во время строительства полукольца на въезде в Новый город. Автомобилистам станет проще разъезжаться. Чебоксарский проспект расширит до четырех полос. Предусмотрят остановочные карманы для маршруток. И, пожалуй, самое знаковое. Новый город и центр Чебоксар свяжут два полноценных троллейбусных маршрута. Сегодня все троллейбусы, которые останавливаются на посту ГИБДД, они продолжат движение дальше. То есть фактически у нас одна часть троллейбусов будет идти по часовой стрелке, вторая против часовой стрелки. Тем временем продолжается возведение новых домов. Растет вторая высотка – 16-этажный дом в комплексе «Ориентир». Готовится к вводу в продажу пятиэтажный дом повышенной комфортности. С лифтом, консьержем, просторными бытовыми помещениями. А в уже готовых домах есть особенно уютные квартиры с дизайнерским ремонтом, сделанным на совесть, причем с гарантией на год.